Всем салем! Вы на канале МАДИ. Порой бывает совсем непросто справиться с таким большим вилком капусты. И одна мысль о том, что ее нужно шинковать, уже портит настроение. Ножи для капусты бывают разной формы и, наверное, по цене есть различия. Но вот такой нож, друзья, оказывается, ну просто классный. Это не реклама, я просто делюсь с вами советом. А ваше дело воспользоваться или продолжать рубить капусту по старинке. Что самое забавное, этот нож у меня лежит среди посуды уже много лет. Мама купила его на Никольском базаре когда-то. И вот он все лежал и лежал. Я его перекладывала с места на место. И думала еще, что за нож такой странный. А сегодня я его достала и... И гора тонко нашинкованной капусты без каких-то особых усилий. Это просто что-то. У меня в последнее время стали болеть суставы рук. И нарезка капусты, ну не приносила мне никакой радости. А с этим ножом для капусты все изменилось. Капуста получается тоненькая, равномерно нашинкованная. Я потом эту капусту потушила и сварила борщ. И вы знаете, разница есть. Когда капуста нарезана вручную, и вот при помощи этого ножа. Борщ получился более нежным, и мне показалось, что он вкуснее. Капуста была сочная. И для приготовления пирожков мне даже пришлось вычерпывать лишний сок. Вот так, друзья. Мы, к сожалению, не молодеем. Наши руки и суставы тоже. Я рада, что могу поделиться с вами советом, как облегчить труд на кухне. Спасибо вам за внимание, за лайки и репосты. Ваша активность здорово помогает нашему каналу развиваться. Всем желаю мира и добра. До новой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...